привет братва в эфире в эфире долгожданный выпуск велой тюнинга именно байк на прокачку сейчас вообще все выпуски получаются долгожданные в этом году я хочу стараться только качество контент поменьше бутики обзор на детали на кого будет только гейму в байке некий райдер акировила тюнинга что-то интересное короче и наконец-таки я собрался все-таки силами смысле снятие белый тюнинг но выбрал на самом деле самый неподходящий момент так как сейчас мало времени завтра уже улетаю в москву и уезжаю москву на поезде и поэтому я не буду прям сильно прокачивать байк оставим лучше все мои задумки для уже реальных байков на прокачку в общем вот такой кусочек говна отменного отменного говна я вам приготовил сейчас его достану посмотрим что это такое и задача у нас как бы сделать из этого куска говна что-то более-менее нормально на чем можно кататься и что главное что выглядит выглядел байк круто ну не круто я просто нормально давай доставайся кусок говна как вы сами понимаете вид у байка просто очень плачевный весь он какой-то грязный два года валялся где-то в гараже весь просто ржавый перержавый педали просто еле крутится педали стерты грипсы тоже подстерты сиденье порвано сдутые колеса естественно какой-то весь пропиленный но более-менее нормальность геометрия то есть как я понимаю тут все не погнуто то есть руль не погнутый вроде бы и вилка тоже не погнута и самое главное вот единство почему я прям взялся за этот байк то что у него втулка супер стар и втулки по-моему там как мне владели с мало времени получается что заднее колесо по идее более-менее нормальная мне кажется можно приложить немного усилий что-то нам подкрасить что-то поменять и придать этому веспед новую жизнь так сказать чем мы собственно сегодня и займемся вообще велотюнинг точнее байк на прокачку это будет такая рубрика в котором будем совмещать все велотюнинги и прокачивать велосипед обычных райдеров и помогать вам тем кто из питера пока не менее на данный момент то что я знаю что конечно есть много много райдеров которые к сожалению катаются вот на таком куске говна и так сейчас я думаю начнем мы с покупки баллончиков поедем в магазин строительные и купим два баллончика с краской конечно было бы круто иметь куда команды чтобы все говорили свои идеи но я хочу взять этот велосипед черно-глянцевым и черно-матовым и поставить сюда синие педали синие грипсы может быть еще что-то мы синие в общем на черно-матовым черно-глянцевым черном байке добавить это синий деталек мне кажется будет прикольно выглядеть может быть поменяем руль ну или оставим наш бюджет для уже реально реально прокачка света для реального человека и так сейчас гоним в общем а газ покупаем баллончики и потом начинаем его разбирать мыть начищать и прокачивать итак мы приехали в магазин строитель вот так он выглядит пойдемте выбирать цвет вот и уже выбирают цвет куча всяких разных цветов обычно всякие пленки для вообще в принципе все для велосипеда покупаю в обычном строительном магазине нам нужен черно-матовый и черно-глянцевый так вот черно-матовая это берем раз и черно-глянцевая черная черная черно-глянцевая 2 вот собственно и все стоит вам 180 рублей баллон и так вот он байк выглядит он на самом деле еще даже хуже чем на улице и принципе у меня все готовы для того чтобы разбирать и чининговать давайте приступим все просто люто ржавое но само колесо хорошее то есть у стука как и говорил уже супер старт она очень легкая очень неплохая в принципе оба двойной и резина тоже неплохая передний колесо на шарик но крутится это тоже неплохо не люфтит и резина тоже нормально вообще на самом деле не такой уж убогий но единственное только то что вилка и руль по ходу хай-тен может быть правда руль и хромо не знаю сложно проверить как бы так ну с виду вы никак не поймете я вот думаю воткнуть сюда звездуку или нет вуаля значит раму руль и вилку будем красить в черный глянцевый а колеса звезду вы нас еще какие-то мелкие детали будем красить в черный матовый все вообще легко так слазит я даже честно какая-то система а система короче все одним болтом делается все вообще снимается реально легко смотрите честно даже у меня велосипед так не разбирается но вилка конечно говно смотрите она варена одна в другую если вы смотрели мои видео про выбор вилки кстати эти видео можете посмотреть там я все подробно рассказываю как выбирать правильную вилку но вот это конечно самый лучший вариант но к сожалению пока еще мы за счет нашего магазина гайдрибайкстори или запчасти у гордия пока не можем просто спонсировать акту вилки оставьте как вилка стоит 9000 но чем мы сможем тем поможем че то я не понял что с седлом тут ха 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 хх что это блять что это такое Зачем? Зачем? Придется ставить сюда нормальное седло. Зачем нахер выкинуть, блядь? Да даже за репост такой не разограешь. Вынос на самом деле люто прикипел, и я придумал такую тему. Вставляю шестигранник, потом беру вилку и использую ее как рычаг. Слушайте звук. То есть там реально прикипело конкретно. О, пошло. Это жесть, просто байк просто засран. Так, я такого никогда не видел. Цепь, наверное, расклепывать не буду. Сейчас сниму грипсы, сниму вынос. Да и, в принципе, надо, наверное, все тут все помыть, потому что все грязное, фыли какой-то. Ну и перед подкраской, в принципе, осталось только разбортировать колеса. По поводу руля, то что мы в душе не паникуйте, ничего не будет с рулем. Если, тем более, я еще потом залю это в ВД-40, то есть очищу от воды, и все нормально будет. Я на фан-джампинге много раз прыгал, и потом катался, ничего не ломалось. Это, в принципе, почти то же самое, что если вы катаетесь под дождем. Если под сильный дождь попадаете, то все равно влага попадает в подшипники. Так что, в принципе, можете прыгать на фан-джампинге и даже, ну, не бояться ничего. Я помню, когда первый раз прыгал на фан-джампинге, вспоминал, так, бэкфлип. А многие, кстати, учатся бэкфлип, фронтфлип. Да ладно, там даже воздух есть. За два года в гараже даже воздух остался. Очень крутая втулка. А вот с педальками проблема, тут просто они жестко прикипели, там просто нереальная ржавчина. Сейчас обшивку ВД-40, оставлю, наверное, до утра, и завтра куплю ключ нормальный такой. У меня как-то есть ключ, но он плохой. Так, нашел еще один колхоз. Бедный бывший владелец. Настолько любил свой гребанный комплитыст, что изоленты замотал раму свою. Причем не просто замотал, а замотал и вдоль, и поперек. Блин, реально до хрена намотал. Люди, ни в коем случае зря не переводите изоленту. Зачем это делать? У рамы, на самом деле, краска, в принципе, довольно неплохо сохранилась, но все равно освежить ее не помешает. Уже догадались, как обыдумать покрышки? Вообще красить в подъездах можно, но это нужно делать очень аккуратно. Видео про покраску я уже снимал, можете посмотреть здесь. И если вы не хотите, чтобы вам соседи дали пины, то нужно открыть окно, чтобы проветривалось, взять газеты, газеты метро, и аккуратно красить. Берем пакетик, баллончик. Вот так лучше не делать. Очень, кстати, даже не человек получается. Настал черед руля. Мне, если честно, очень нравится красить, вообще обожаю это делать. И так настал момент тяжелой артиллерии. Сейчас будем красить раму. Чтобы тоже не испачкать стены, я просто возьму вот так и буду красить вдоль, вперед. Главные элементы уже покрашены. Вот они здесь. Руль, вивка, рама. Сейчас покрасим колеса. Их будем красить в черно-матовые. Тут стулка и так уже матовая. Поэтому только опыт покрасим. Ну, а здесь целиком колесо. Ну, еще, конечно, мы покрасим мелкие детали в черно-матовые. Это вынос, звезда и шатуны. Короче, все готово. Я покрасил все, что нужно. Естественно, испачкаться. Это покрашено в глянцевый. Это в матовый. Это в матовый. Это все в матовый. Сейчас ждем буквально минут 10, чтобы прям первый запах тут ушел. Чтобы в хате не очень воняло. И потом все заношу в ванну и оставляю на ночь. И с утра будем собирать. Всем доброй ночи. Привет, брат, вам. У меня тут новый день, утро. Я только встал. И сразу приступаю к сборке велосипедов. Все я показывать не буду. Остали какую-то интригу. Как в передаче была тачка на прокачку по МТИ. Единственное, что я покажу подробно. Это как ставить грипсы. У кого есть один секрет. С помощью обычного масла. Это реально самый простой способ, как можно поставить грипсы. Берем масло. Наливаем совсем чуть-чуть. Льем чуть-чуть буквально. Там несколько капель хватит, чтобы вообще прям зашло очень легко. Ждем, пока масло притечет до конца. Берем руль. Смотрите внимательно. Все. Через 5 минут они застынут. И все. И прям намертво. Даже и 5 минут не прошло. Прям реально намертво отвечаю. Вот смотрите. Мне не прокрутить. Рука красная, видите? Если бы, конечно, у нас было больше цветов в магазине, цветных деталей, то собрали как-нибудь поинтереснее. Но пока так, как бы. В общем, такие дела. Сейчас все собираю. И потом уже покажу прям готовый результат. Остался еще один штрих. Сейчас накачаем колеса. Пока не буду показывать вам полностью велосипед. Очень нравится, когда подходишь к заправке и делаешь вот так вот. Сразу на четверку ставишь. Так. Ну что, ребята, получился вот такой вот байк. Я просто безумно рад. Никак не ожидал, что получился такой результат. Я, конечно, догадывался, что получился что-то более-менее нормальное. Мы сможем все-таки привезти его в божеский вид. Но получился прям вообще нормальный велосипед. Ну, по крайней мере, я считаю. С виду точно. Ничего не люфтит. Заднее колесо мне вообще нравится. Так как отличная втулка стоит. Передняя, комплитовая. Но такое тоже легкое. Самое главное, что ничего не люфтит. Он реально рабочий. То есть можно брать, кататься. Конечно, я бы советовал поменять тут руль. Побольше поставить. Ну и что, он был 100% уже хромой и вилку. По факту мы даже не так много всего сделали. Поменяли только грипсы, педали. Поменяли седло. Постали нормальное седло. С нормальным подсиделом. Его можно поднимать. А вообще там ничего не было. Далее мы все прочистили. Все смазали. Смазали цепь, насколько это было возможно. Накачали колеса. Перекрасили все. Я еще рад, что пущу задумку с черно-матовым, черно-глянцевым цветом. Ну я просто реально очень доволен результатом. Думаю, по мне это видно. Я старался. Вот за один день в суете сейчас перед Москвой. В общем, поставьте сразу лайк за видео, за старание. Ну и если вам понравился результат. И главная новость для вас. Радостная то, что в Терме мы будем прокачивать ваши велосипеды. Те, кто живет из Питера. Этот велосипед мы, наверное, все-таки продадим. И его деньги подают как раз на прокачку новых бэмов. Если вы хотите принять участие, вы из Питера на эту почту. Вы должны написать свою фамилию, имя. Расписать ваш велосипед. Продолжить фотографию вашего байка, в каком состоянии он именно сейчас находится. Написать свою ссылку в ВКонтакте. И написать свой адрес. Естественно, вы должны уже из Питера, так как я буду ездить только по Питеру. То есть за февраль, я думаю, мы один-два велосипеда прокачаем. Я буду приходить. Я думаю, где-то в субботу заранее буду делать пост. То, что вот в субботу я такого-то числа поеду рандомно. То есть человек не будет занят, что я к нему прихожу. Рандомно приду прямо домой, позвоню. И мы заберем у тебя велосипед на пару дней, прокачаем его и тебе вернем. То есть все будет как в тачке на прокачку, по МТИ в передаче только вот у нас. Даже, я думаю, в тот момент, когда я буду звонить, мы еще будем на Перископ снимать прямую трансляцию. Так что тоже подписывайтесь на мой Перископ. Вот такая идея. Так что присылайте данные. Еще раз внизу в описании на Ютубе я написал все, что нужно. Также последние дни я три дня монтировал видео со сходки автомобильной, с дрифт-сходки. Там было БК, GDM, всякие там Бэхи были. В общем, посмотреть это видео реально долго старался на моем лайв-канале. Также можете подписываться на лайв-канал. Ну и на этом все. Еще раз ставьте лайки, если вам понравился видос, делайте репосты. Подписывайтесь на канал на новые видео, на новые баки, на прокачку. Будем реально там, даже думаю, в дальнейшем прям реально прокачивать его спец, вкладывать такие, ну, немаленькие деньги в него. Менять там, например, руль или вилку, может, шатуны сможем поменять, а может быть даже и раму. Вот так, с вами был Дима Гордей. До новых встреч. Бэкфлип твой.